ну вот короче говоря пока летняя распродажа вот решился приобрести такой аппарат иначе потом не будет возможности а может и желание соответственно получаем что получаем получаемый аппарат на высоком ранге вот вот не было не знаю куда-нибудь сюда получаемый аппарат на высоком ранге под названием m11 clickbait в общем вот такой аппаратик со стулом вот так как у меня американцы короче немного выкачаны даже немного короче как бы если ребята подписан знает то что американцев на лодке качалу за две недели то что у меня осталось какая-то шляп которая принципе особо не нужна и я докачиваю сейчас шведов уже а потом все остальное взоры на технику потом буду делать когда на ней нормально откатаю вот поэтому я всегда хотел себе купить какой-нибудь прикольный аппарат вот чем-то отличающийся от остальных да то есть аппарат интересный надо его тестить он примерно как м1 она один вот этот вот очки да примерно они одинаковые так понимаю вот может быть чуть чуть более защищенный это надо все тестить вот как будет такой момент я на нем не играл только что его купил соответственно меня его нету ни одного боя я не провел на нем вот сейчас мы с тобой поедем и посмотрим этот аппарат как он себя ведет в действии вот обязательно нужно его сначала сделать вот что мы сейчас тобой немного защитим потому что обама да как ты знаешь да и есть ты не знаешь на другие кусты купить потому что с этими с этой челкой обама сам по себе непосредственно он очень легко пробивается нижнюю часть под башню да и чтобы это все как-то более-менее скрыть хоть какие-то пустые могут спасти не всегда правда но тем не менее люди которые знают соответственно этим пользуются и того мы имеем пулеметы имеем 120 метровую пушку до имеем шестьдесят шесть дымовых гранат до скорость поворота башни то есть 34 вертикального наводки минус 10 у всех амеров почти минус 10 насколько я помню 9 10 и не помню до десятка везде точно время перезарядки пока на экипажи 5 и 8 вот потому что экипаж у меня не аз тип того короче говоря что касается его модификации не топовый тепловизор это я точно знаю да урана был он до 829 один небо не с вольфрамовым наконечником какие да а именно с урановым сердечником поставим его в слот сразу что еще здесь имеется какие-то у него что это кумулятивные гранаты кумулятивные боеприпасы кмс и да вот есть тдашка соответственно есть поддержка артиллерии и не топовый тепловизор лазерные дальномеры там у всех танков есть и они честно говоря не нужны если не научился еще кататься блин без дальномера то с дальномером ты только время потеряешь вот давай перейдем к следующим характеристикам я что-то затянул короче до карпаль бла 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 внешний вид и внешний вид у нас с тобой броня броня рентген ну пусть будет обзор такой небольшой или полный обзор считай как хочешь броня значит нижний бронелист ни о чем не говорит какая-то защищенность мне тоже ни о чем не говорит надо все тестить да как она гомогенная броня элементы минера в общем на пробитие на 800 то есть срять щеки конечно бесполезно что то здесь какая-то броня у него это надо сравнивать его с другими обамами в общем бла 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 давай проверим анализ защищенности с тобой обязательно да обычно проверяют как же наш обама там шмаляет но возьмём с тобой допустим какой-нибудь я не знаю давай возьмем давай возьмем давай возьмем давай возьмем с тобой какой-нибудь ты 80 е допустим да не знаю давай возьмем 3бм 46 может быть да давать 3бм возьмем потому что частенько во им проще ссср да ну и соответственно короче да если мы будем стрелять по центру да мы выходим короче на минус мехвода ребята там немного защищены получаются да вот если мы стреляем под башню обами хана полный ваншот ну может быть мехвод выживет как правило в реалистичных боях мехвод если один человек у тебя уцелел то машина считается уничтоженная пробивается он везде до расстояния примерно 500 мы выставляем но можно побольше выставить я обычно там где-то с каких-то дистанций стараюсь стрелять то есть он даже 700 метров пробивается полностью везде вот выбивается ствол нахрен полностью у него да то есть где-то вот вверх казна на их выбивается к чертовой матери смотри да то есть под любыми углами лупишь его и все в принципе как и все танки эти так могу сказать какие-то части можно танкануть я смотрю да но по большому счету это 700 метров учитывая у приведенный угол да вот угол в 34 градуса то есть понятно да то есть ты его лупишь вот сюда в передний каток вот сюда да вот так взял его ему хана да то есть пролетает лом все и тут минус три члена экипажа это ваншот и еще по боекомплекту это это 700 метров я не знаю как то как это в игре реализовано но по крайней мере это в ангаре выглядит примерно так вот реалистичные бои рейтинг 11 3 поехали пока загружается я тебе забыл показать но в принципе так понятно да то есть там что я на нем не катал вообще от слова абсолютно да то есть у меня послужной список там американцы то есть у меня вот мои обамы все вот восьмого ранга обамы то есть у меня и не найдем никогда еще не катал карта интересная как бы не получилось нам что сыграть нужно будет два боя вот ну поехали чем чем-то камуфляж у меня какой-то непонятный ну ладно поехали покатаемся может два боя отыграем как пойдет очень красивый аппарат не знаю мне нравится тяжелый по ощущениям пацаны видно карту не знают тяжелый я сегодня едет полтос тяжелый я катаюсь пока на крестьяне на шведском еще ничего тяжелый аппарат и плак ужасные у крестьян эти плак лучше по ощущениям есть какое-то разрешение неудачная едет мягко плавно башня крутится тяжело не помню ничего или я выкат от обам сейчас будет замес задача занять ключевую точку вот эти вот равнинка вот этого до сейчас будем чё ним принимать пацанов как по-другому никак есть и карта не знаешь очень внимательно можешь понаблюдать за этим приближение офигительно через всю карту можно лупить проблем нету давно они там уже все появляются вон они там все уже едут большое внимание надо уделять не мельница и вот тем районом вот здесь на карте где такое ощущение что я гайд делаю по карте вот тут есть ты попрешь бывают пацаны стоят и вот здесь где-то бывает чувак приезжает вот сюда и тут стоит блин вот поэтому тут надо быть очень аккуратным я сегодня так с утра ехал и там чувак вшил меня блять ну хорошо союзник помогли максимально неудачная карта для меня надо без дальномера стрелять все это херня все башни у нее отлетела там еще один пассажир прокатываемся надо стоять наши нет наши очень красивый аппарат смотри со стулом а кстати экипаж у него значит исторический чтоб ты понимал потому что я очень долго гуглил и наверное неделю не мог найти этот камуфляж и камуфляж я нашел чтоб ты понимал даже два то есть с этими стульями блин только один стул развернутый но если хочешь эти покажу на трансляции придешь ко мне короче прокатываемся под этих калмы не стесняемся надо прокатываться немножко дальше вообще желательно было там прокатиться и неправильно сделал короче мне прям вплотную базе эту бля по той надо было ехать там как раз видно очень хорошо этот самый блин этот заезд там парой параллельная дорога есть считая ступил блять потому тут уже респ у них он стоит видишь красавец блять без дальномера стреляем потому что дальномерная такая шляпа блять не знаю проще на глаз стрелять надо привыкать к баллистике особенно понимая что у каждого снаряда своя он по-своему весит и по-своему у него траектория идет то есть не так просто все воде ровно все летит а вроде хрен там блин шиш с маслом или как говорится на и советский лом 3бм они отличаются от вольфрама выход от этих всех ночевая чувствуется не знаю покатаясь и почувствуешь сам если никогда допустим не ездил то есть они все передислоцировались там низина есть короче я понял не могу арту дать команда еще не перебит я не помоги они все затяжной какой-то бой у нас твой получился дома быстро продавим раз пацаны так хорошо начали короче так мы с тобой на позиции ехать дальше никуда не надо т-34 поехал что ли не пойму т-34 на какая-то хрень а чё это вы косой сегодня геревация что ли они еще и неуязвимы получаются приводы горизонтального начинается блять так хорошо тонканули мне кажется меня кто-то с дерево ци меня не пробила видишь смотри какая дырка у меня или что там был в общем они меня не пробили а я соответственно ну мне кажется тут самолет наверно меня повредил и мой стул сбили кстати то есть видишь хорошо тонканули мы то есть урон 800 обама держит максимально неудачный бой я считаю потому что я никого толком не убил этого мне еще грустнее но я выжил вроде тонканул в общем я предлагаю еще один бой сыграть в общем а тестить я буду его уже непосредственно на трансляции там я уже покатаюсь нормально и более-менее его посмотрим как он там себя ведет машина интересная вроде ничего особенного но что то в ней есть такой знаешь такой типа для коллекции вот так дальше поехали значит у нас карта гляндия по моему да называется делая по ней небольшой обзор мы сейчас тобой знаешь как сделаем мы сейчас с тобой поедем на альфу поедем с тобой на альфу и оттуда будем отыгрывать не знаю много ли мы людей убьем немного мы людей убьем но нужно ехать ранг высокий но когда-то на нем немножко дольше играешь и равно немножко привыкаешь уже да то есть и чувствуешь себя нормально в этом ранге поначалу конечно да жутковато блин потому что хочется выжить ну вот тебя вшивают не понимаешь что делать блин как я начинал играть вот а так в принципе за не нравится абрамса я на них много откатал а я один до здесь еду нормально чуть я могу сказать я еду для того чтобы зайти во фланг а дальше пойдем меситься еще и зимняя карта пацаны вошли во фланг молодцы то есть они перекрыли короче эти штаны все попал в радиатор на чем те говорил так вот видал как type не пробил нет пробития у нас не обратил я внимание что у нас там ребята нас ждут вот так вот братан лин обосрались мы с тобой те так скажу блин вроде хороший выстрел делал тут что-то не пошло блин то есть они вот здесь стоят вот эти камни то только доехать видишь как он меня палит все таки да а я его не вижу ни хрена блин то есть он меня видит понимаешь а я его нет ничего не понимаю ну а вот он там стоит короче спокойся на хороший ломбли только я неправильно выстрелила там еще один был до ужасный бой максимальный ужасный бой почему 22 секунды непонятно я стараюсь сюда чиниться потому что каждый модуль в этой игре иногда имеет какие-то хитпоинты скрытые до от наших глаз не пробил леопард 27 дм 53 нет я не буду больше почему килл камеры не было я не буду больше брать кликбейк в общем максимально мы с тобой неудачно сыграли тебе так скажу вот но тем не менее это мои первый первый мой выезд был в общем а дальше буду тестить его на трансляции буду сегодня кататься со стулом вот но тебе спасибо в общем не знаю купил ли ты кликбейт что ты думаешь по этому поводу не знаю пиши нравится ли тебе аппарат вообще играешь ты на этом рейтинге и чё сейчас вообще происходит с пробитием да на сегодняшний день сегодня у нас 1 07 2024 года все до новых встреч пока спасибо спасибо